В индустриальном районе начинается судебный процесс над хроническим вором, который повадился ходить к соседке по подъезду, когда та отлучалась по своим делам. Уголовник тайком приходил в ее квартиру и уносил оттуда мелочи и еду. У тайного нахлебника имелся дубликат ключа от жилья одинокой пенсионерки. Его клептоман стянул, когда помогал хозяйке решить вопрос с мелким ремонтом. Когда горожанин видел из окна, что хабаровчанка куда-то пошла, он спускался в ее квартиру и устраивал ревизию. Так продолжалось два месяца, прежде чем пожилая женщина поняла, что тут что-то не так. Поначалу исчезновения продуктов и мелочей она связывала с собственной забывчивостью. Потом женщина поделилась сомнениями со своим сыном. Мужчина не стал отмахиваться от фобии 72-летней матери, а поставил в жилье незаметную камеру видеонаблюдения. Она и зафиксировала это вечно голодное привидение. Вот очередной визит соседа. Он заходит, начинает обход. В этот момент хозяйка совершенно неожиданно возвращается домой. Она не подозревает, что в квартире еще кто-то есть. Пенсионерка снимает верхнюю одежду и идет на кухню. Вор осторожно выходит в коридор, проверяет карманы куртки и прячется в шкаф, услышав приближающиеся шаги. Когда опасность миновала, он тихо уходит. В полиции этот домашний триллер оценили, возбудив уголовное дело. Сотрудники полиции задержали 44-летнего злоумышленника. В краевом центре мужчина официально нигде нетрудоустроен. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Также в январе прошлого года фигурант привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Хоть ущерб по делу небольшой, чуть меньше 7 тысяч рублей, с точки зрения уголовного кодекса, это серия полноформатных краж с проникновением в жилище. Учитывая прошлое фигуранта, он вполне может получить реальный срок в колонии строгого режима.